В Екатеринбурге на ЖБИ Бельзовчанка и по совместительству Автоледи, возвращаясь домой за штурвалом Лады Гранты, так неудачно развернулась на дороге, что и попутчика угробила и сама угодила в реанимацию. Дорожный замес произошел в 11-м часу вечера на 6-м километре дороги, ведущей в сторону Новосвердловской ТЭЦ. На улице Высоцкого пилотка отечественной легковушки пыталась развернуться с правой полосы, не пропустив попутный грузовичок, рефрижератор-пятитонник, породы Джак, со сложной и с трудом произносимой буквенно-цифровой аббревиатурой. 44-летний шофер изотермического фургона, судя по надписи на борту приписанного к одной из торговых сетей, после аварии рассказал сотрудникам ДПС, как все было. По словам рулевого Джака, он заметил возле остановки две машины на аварийках и, словно предчувствуя неладное, снизил скорость. Одна из легковушек, неожиданно не включив поворотник, стала разворачиваться, и у шофера фургона не хватило ни времени, ни дистанции, чтобы затормозить. Боковой удар был жутким. У Гранты левый бок в смятку. 50-летнюю березовчанку, рулевую с водительским стажем в четверть века, на скорой увезли в 36-ю больницу. Ее 46-летнему попутчику даже врачи помочь не могли. Мужчина скончался на месте. Шофер грузовичка надышал в тест дудку по нулям. Его версия выглядит вполне убедительной. К тому же в водительском смысле фургончик, хоть и не ангел, успел два штрафа накатать, но и не лихач. По екатеринбургским, разумеется, меркам. У покалеченной автоледи в этом году один штрафной залет. Второй стоил ее попутчику жизни, а ей здоровья.